Знакомьтесь, это Шуршик. Он родился в начале лета и, как всякий лесной обитатель, должен был жить в этом самом лесу, ежедневно добывать себе пищу и искать ночлег. Но так уж случилось, что Шуршику никто не сказал, что приличному ежу делать положено, а что не положено. И вместо того, чтобы охотиться, Шуршик посмотрел внимательно на мир и вдруг почувствовал, как что-то неведомое манит его далеко-далеко за самый край леса. И Шуршик решительно отправился в путь. За краем леса оказался лук. Он был залит солнечным светом, цветы благоухали, небо казалось бесконечно высоким. Но Шуршику лук не понравился. Он так сильно отличался от привычного леса, что захотелось повернуть назад и бежать в спасительный полумрак елей. Вместо этого отважный ежик потопал дальше и через какое-то время очутился в совершенно странном месте. Длинная-предлинная серая полоса уходила так далеко вперед, как только можно было себе вообразить. К своему удивлению Шуршик обнаружил, что идти по ней достаточно удобно, правда очень жарко. Ведь ежи-то животные ночные и днем им положено спать. Но, как мы знаем, Шуршику так никто и не рассказал, что же приличным ежиком делать положено, а что не положено. Долго-долго шел Шуршик, пока не оказался в городе. Все вокруг было огромным и страшным, а Шуршик был маленьким и таким одиноким. И вдруг он подумал, ну зачем я ушел из своего знакомого, привычного леса? Что же мне теперь делать? Лег и заплакал. И в эту самую минуту чудо и произошло. Маленький ежик встретил лучшего друга, вернее лучший друг встретил плачущего Шуршика. Взял его на руки и отнес домой. Шуршик нашел для себя самый замечательный дом. Ну а приключения, а не только начинаются.